Привет! Продолжаем тему секрета Семейного кодекса. Что скрывает брак или чего не скажет тетенька в ЗАГС? В первой части мы с вами говорили про закон 300 дней, про отцовство. А сегодня поговорим про алименты. Потому что все знают, что есть алименты на детей, но мало кто знает, что есть алименты на супругов и бывших супругов. Статья 90 Семейного кодекса не читана. Дело в том, что существует, вы не поверите, 4 вида алиментов на бывшего супруга. Я вам их перечислю. Во-первых, на такие алименты имеет право бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка. Второй вид. Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет. Или за общим ребенком инвалидом с детства первой группы. В первом случае, когда просто ребенок инвалид, до 18 лет такие алименты назначаются. Матери, например, которая ухаживает за ним. Во втором случае, если инвалид первой группы, пожизненно назначаются эти алименты. Третий вид алиментов для бывших супругов. На них может претендовать нетрудоспособный, нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. И четвертый вид это нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Знали ли вы об этом 4 вида алиментов? Таким образом, заключение брака это не просто красивый ритуал, это совершенно четкие финансовые обязательства, о которых вот эти восторженные люди, идущие в брак и в ЗАГС неосознанно совершенно не знают. Пожалуйста, знайте об этом.